всем привет конечно хорошо это делать пшеницу какие-то заборчики но самый интересный вопрос как расхерачить этот корабль я хотел по прошлому ролику где я делал аварию машины так сделать но не тот эффект мне не понравилось сидел думал думал и короче вот без так сказать предварительных попыток давайте что получится если что я потом во втором ролике уже все это дело подкорректирую и расхерачим его будем делать по примитиву значит так есть корабль вот он мы его просто берем выбираем здесь у него анимация есть английская а делит кейфрейм нам они не понадобятся так и возьмем вот этот корабль сохраним экспортируем формате значит опш и делаем его на рабочий стол сохраняем словом экспорт ждем тут кораблем конечно я полазил у него проблемы есть сейчас будем все это дело решать так сохраняется весит он оказывается так ну ладно все сохранили ну а теперь нам понадобится именно заброш погнали и так программа заброш версия 2019 импортируем сюда значит рабочий стол так корабль ждем смотрим вытягиваем выглядит он вообще хорошо 225 тысяч полигонов с копейками это конечно многовато но все-таки корабль пушки якоря занимают какое-то значит место выравниваем корабль и вот что я придумал да давайте посмотрим сетку сетку мы трогать не будем корабль останется вот в таком же виде но тут единственный вопрос получится или нет значит так при катастрофе нос корабля должен отлететь значит давайте маской все это дело делать так если control вот нажимать то тут не получится хаотично потому что полигоны не позволят только вот ровно ну давайте тогда будем ровно если ровно выбираем вот эту часть так сначала наверно вот эту так теперь вот эту через пробел передвигаем надо как-то постараться все это аккуратнее чтоб лишнего говна не было это значит делаем control w одну полигруппу и вы видите что вот эта часть не зацепилась почему так пробуем по новой ноту так а новой не будем пробовать на control z control z и попробуем вот пока она выделена еще так control z почему она не маскируется так вот так как-то провести ладно посмотрим что получится control w да нижняя часть не хочет никак цепляться ну ладно не проблема жопкинс этот оставляем вот так фонари аккуратненько все здесь вот так вот замаскируем и даже оснастку вот эту вот захватим так что получается корпус захват захватен главное чтоб вот этого стыка тоже не было сейчас все будем проверять так если вот так это еще взять ну тогда получается вот так должно это все дело выделиться смотрим чтобы так чтобы весь хлам вот этот ну не хлам конечно ну узоры там вся вот эта штукенция вот видите что тут не зацепила давайте пробовать еще так вот поводить можно так вот это главное что середина выделена так бочина схвачена ну пробуем control w так скрываем вроде мусора нет здесь вот теперь вопрос можно сделать чтобы вот эти паруса типа как бы развивались да все таки шторм я не представляю как это все дело сделать ну как смысле косточки я могу сюда вставить здесь вот соединить как-то она будет возможно там двигаться шевелиться ну этому всему нужно ломаться так значит выбирая наверно вот мачту control w так давайте ее скроем так вот эта часть оснастка будет отдельно контролем вот так вот это вот эта вот здесь вот здесь вот они которые выбираем не но и теперь верха чтобы парус чуть-чуть ну оставить и делаем во время категорик так вот вот эти вот шпангоут и не выделились или как это лестница да контрол так почему главная маска вот так вот выделяет на какие-то части вот вот эта часть вот не не замазываются почему-то полигоны наверное ну давайте хаотично так control w смотрим исчезнет и все тут так мусор все равно какой-то остался до control z control z ну попробуем вот еще тут подмазать нельзя это дело пропускать делаем control w в пускай так так хоть как-то будет ну а паруса будет отдельно будем чуть ахимичить так это будет значит один саптул нет один саптул нам не нужен control w так тогда тут еще веревку на полностью зацепить control w так ну вот тут эти части должны будут разлетаться ну вот я только такой вариант представляем так ну все теперь это дело разбиваем это split grow split ok и значит в папочку так вот это что паруса паруса веревочки канатики так ладно и теперь все вот это просто сохраняем без разверток без ничего я думаю что на эту сетку те же самые текстуры попробовать наложить так папка разбить корабль пишу значит это первая часть это давайте типа бизань это будет бизань так следующее это будет у нас парус 1 экспорт и это пусть парус 2 будет парус 2 интер следующее у нас идет парус 1 чтоб не путаться парус 1 так теперь вниз идем это значит то бизань это пусть будет грот грот мачта порядок не знаю конечно название так то знаю что есть бизань грот шпангоут и корма там лет так это значит будет экспорт нос нос так следующее значит это у нас бизань грот а это чё будет у нас ну ладно пусть будет скот пойдет так теперь ухты теперь значит это каюта 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 ну и все получается у нас раз два три 4 5 6 7 8 7 деталей короче все это дело мы сохранили теперь надо все это закинуть в блендер создаем новый документ значит английская а делит удаляем камеру она нам не нужна единица на нампаде так лучше тройка нампаде n панель screencast case сразу вам включу так это n панель мы погнали закидывать все сюда импорт значит это у нас формат опш десктоп разбить корабль папка и погнали бизань импорт так теперь потихоньку не спеша это грот следом идет у нас импорт что тут такое грот бизань каюта файл импорт опш так это нос поближе поставлю так и 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 так вроде бы корабль в сборе да ну а как это дело повернется дальше смотрим так чтобы придумать нужно сделать вот такую штуку сначала и shift а добавляем арматура сингл бом выбираем весь корабль желательно его подставить теперь вот к этой кости вот так как то тройка на нампаде и и и поставить значит выбираем арматуру и нужно чтобы ее было видно выбираем бегущего человечка вот здесь вот via port display in front так выбираем кость нажимаем английскую r положим g вот сюда ее и заходим в edit mode так теперь от этой косточки е вытаскиваем кость alt p clear parent и тут вот вопрос еще значит да чтобы мачта падала она должна быть как то привязана быть наверное к маленькой косточке вот к этой так это вот сюда как то вот наверное вот так теперь тройка на нампаде и от нее ну большую вытянем вот так чтобы она всю эту конструкцию держала так вот эту мелкую привязываем вот к этой кости ctrl p keep all set теперь выбираем вот эти две косточки через shift делаем shift d щелчок и можно с помощью MOV вот сюда это перенести делаем с так и g опускаем у нас вот эта кость вот этот основная для привязки должна находиться в моменте где будет ломаться вот это ну гнуться мачта так есть такое дело теперь значит вот что еще вот это все опять копируем делаем shift d у нас же еще одна мачта это вот это так ее чуть чуть пониже ну вроде бы привязана теперь вот от этой косточки пардонте е вытаскиваем кость alt p clear parent и вот сюда ее на нос выводим вот так так нам теперь понадобится так вот как с парусами быть они же отдельные и получается они должны держаться так держаться они должны а я их костям даже не привяжу я их могу привязать только к одной косточке и одной косточкой там как-то с скайл мотылять их но это одна кость как с ней поступить то так ну давайте вот ну что получится словом е вытаскиваем кость alt p clear parent g подставим ее значит вот на этот парус так r g вот так на этот парус и приставим и она же должна тоже вязаться и вязаться она должна какой-то из костей если вот это мачта будет улетать то она будет тянуть за собой парус вот этот ну значит давайте вязать ну вот к этой кости ctrl p keep all set а эту теперь кость делаем shift d ставим на этот парус и перевязываем вот на эту кость ctrl p keep all set так ну здесь в принципе уже все нормально вот этот парус ну это только можно или ну короче придумаем чем их мотылять в анимацию включим изменение положения вот этих парусов там недолгая будет анимация перед ударом главное чтобы он разлетелся и вот еще в чем вопрос значит так это все привязано так паруса а ну-ка ага вот эту кость надо на парус направить так это точно по парусу точно так есть такое дело можно еще вытянуть в эту сторону кость тогда вот эта кость будет расширяться а это будет на месте стоять а ну-ка давайте попробуем значит е ну пусть она вот тут вот будет так и отсюда тогда тоже е косточку так вот вытянем ну мало ли что вдруг пригодится так ну вроде бы все так давайте теперь заходим в object mode а так вот еще что я хотел сделать если сейчас все это привязать вот я сейчас вот эту косточку ну центр привязываю к этой кости и получится что вот эти кости возможно потянут на себя вот эту всю привязку тоже будет тянуться как сопля ну есть такая возможность возможно будет так давайте время не будем тратить а сразу все изменим изменим как значит если мы выбираем вот эти кости так ага так ctrl z вот эту косточку забыл так и давайте их вот сюда поднимем тут главное тебе не сбиться если сейчас все криво пойдет это значит сюда так это с этой косточкой уходят сюда наверх и это косточка так ctrl z ctrl z вот эти кости тоже с этой костью надо привязывать так вот так вот потому что мы еще не в пост мод и вот это дело не тянет за собой привязанные части так есть такое дело теперь object mode выбираем вот так так вот так все детали разом лучше их выбрать давайте поднимем их вот сюда ну где-то так они должны быть теперь вот этот корпус ровно с помощью MOV оттягиваем и получился у нас корабль в разборе вот так он теперь выглядит теперь выбираем зад выбираем кость и ctrl p у это автоматик виджет матюкается не хочет вязать давайте подлечим его немножко это значит n панель 3d print чек ау и тут наверное немножко будет встать так вот он высветил что-то тут не то make money file ойё так подлечил чуть-чуть давайте еще solid чекал может он еще что-то найдет ненужное ну и так make money filed еще минус 576 модифаер вертиксов так солид еще немножко все все по нулям м вроде сетку аддон полечил аддон этот базовый называется 3d print он сетку подправляет так теперь что но теперь все по-старому выбираем и делаем control-p with automatic widget все привязался вот это вот хороший аддончик так все это есть не теперь нужно выбирать от судно и кость вот эту теперь заходим по смотр выбираем эту кости жмем control-p и бомб это теперь у нас будет бомб теперь у нас будет вот этот парус вот на эти кости это значит пост мод на центральную кинем control-p и бомб теперь выбираем вот так вот этот так не тут вот этот парус и вот этой кости через shift пост мод вот на эту кость control-p и бомб выбираем теперь опять же в обжиг мод вот этот парус вот эти кости такого здесь я чуть-чуть пардонте так это значит давайте парус чуть-чуть опущу так как как же так же как же так же ну ладно выбираем парус заходим по смотр и вот на эту кость вяжем control-p и бомб выходим выбираем вот это теперь вот на эти так вот на эти кости вяжем пост мод control-p и бомб и последний писк вот так посмотрю control-p и бомб так теперь заходим в обжиг мод выбираем все косточки вот эти и заходим по смотр для чего для того что нам нужно теперь вот этот корабль и собрать целый вот так ну вроде собраны так вот он еще кости вот он кости вот он еще вроде как то так и опа вот это вот я чего и боялся значит так этот хламе хламе усут этот привязался к этим костям ну ничего давайте тогда сделаем так выберем вот этот хлам и кости или сначала кости потом хлам зайдем значит рисование веса так control-p и какой кости интересно все это тянется вот к этой вот к этой нижней косточки все это делать тянется так control-p и так теперь значит левелс так красно это значит должна тянуться до вот если синяя вся то не должна так понятно теперь вот эту вот тоже кость выбираем вот за них я и думал что к ним это должно будет прилипнуть так это синяя так теперь так ну с одной стороны при аварии хорошо будет что они будут вот они так нам как этой кости к этой ничего тут не прилипло а вот он полигоном все это дело мы закрасим чтобы ничего не тянулось так вот так вот а а это к этой значит тянется вот к этой косточке вроде но есть такие артефакты вот они так как бы на них попасть аккуратненько так так это что город вот мусор остался полигруппная но тут хотя вот это не должна это вот все красное должно быть так смотрим левелс ну вот синяя вроде все синяя ну ка смотрим обжиг нот выбираем кости по смотрим что за хм так он тоже пардонте эту кость надо не выбирать но вот теперь так чё тут такое ставим наши парусом вроде все на место попало так чуть-чуть еще ниже наверно вот так так вот эту шнягу нужно будет удалить чтобы или если будет двигаться за кораблем ну потом тогда можно будет удалять и так все корабль собран так что тут еще не так а вот теперь нужно зайти значит в обжиг нот и вот это вот у нас у меня точнее этот парус так нужно его подгадать так а тут еще что такое вот тут веревка тут веревка есть как а тут так есть такое дело поставим свету риджин на 3d геометрию чтобы это все хорошо вертелось о ориентиры есть так и вот этот парус тоже сайт оригин оригин 3d геометрия вот так соединим ну чтоб красиво было так там штурвал оторвался так как же его подправить ну давайте опять смотреть кто к чему привязался у меня м м м м м Продолжение следует... 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 даже приподнять о а у меня косточка это отвязано не беда заходим в edit mode вот эту кость на эту control п и pop set все вот теперь если кости убрать наложить текстуры добавить скалу как-то это все красиво перевертеть да это прям будет жесть даже можно вы видите что заходить на корабль добавить какие-то детали на палубе здесь можно еще потом будет чтобы круза что-то там собирал какие-то бочки там что-то паруса еще в бог куда-то увести но в принципе принципе поломка мне нравится если еще какие-то детали на группы поделить то можно еще и пушки подхерачить в принципе это можно сделать смотрите как это же фбс фбкс фбкс модель что можно сделать если выбрать допустим сейчас вот корпус так вот выбираем корпус заходим в edit mode вы видите что у нас детали выделены если мы снимем выделение то мы сможем нажав английскую l выделять любые детали а потом английская пи selected и получается они отделяются это будет уже один так можно и пушки отделить вот эти стволы можно убрать а пушки нормальные туда потом поставить для анимации сцены вот тут этот деталь можно допустим l l там выделить вот эти вот все детали по отделять вот якоря какие-то тоже отдельно сделать здесь поломку тоже навести все это реально и еще что я хотел показать вот у нас есть проект я хочу работать допустим вот с этой деталью что я должен сделать я должен нажать сочетание клавиш shift h и вы видите что все удаляется но скрывается а вот я могу теперь свободно что-то делать что-то добавлять теперь чтобы вернуть все назад я нажимаю alt h и выбираю допустим любую вот эту деталь shift h и вот так могу работать alt h вот такая штука вот такая информация все всем пока завтра если все будет хорошо то я сделаю анимацию вот этого как корабля который разбивается арифы и посмотрим косяки какие будут если может что-то еще добавить да а я же еще и подождите пардон я еще не попробовал не показал как работают паруса а то у нас есть люди которые все четко смотрят и потом пишут а за это так и не сказал так ладно корабль кости don't save так выберем вот эти кости зайдем значит пост мод и как это будет делаться r ну вот паруса могут двигаться вот вот так если сейчас я зайду в эдит мод и поделюсь и поделюсь эту косточку значит subdivide на 2 обжиг мод то посмотрим как посмотрит как какой косточке она привязана вот к этой да так это на месте стоит такая это кость это тоже не привязана она просто фиксирует вот эту кость ну просто можно будет допустим g там как тот не знаю вот движение создать если нажать с вот допустим с и прописать так это и лог рот скейл ротация скейл допустим на первом кадре и на двадцатом допустим с вернуть в другое положение ну там где-то и может еще перекрутить вот так g где-то вот так вот подвести с чуть поменьше движухи создать и и так ротация скейл то получится вот у нас движение парусом в принципе точно так же можно сделать и вот эти паруса констрейнами и этот парус тоже можно сделать допустим на первом кадре делаем с чуть побольше пишем и ротация скейл теперь значит и переводим его сюда и делаем с чуть-чуть уменьшаем а это уже пардонте на двадцатом с и и лок рот скейл ротация скейл и вот они у нас паруса будут так типа двигаться чуть-чуть много даже это я сделал все всем пока косяки завтра рассмотрю всем до свидания